Добро пожаловать всем на нашу последнюю и, возможно, лучшую презентацию в этой замечательной неделе в Diamond Mountain в нашем воркшопе по восстановлению природы. И я совершенно рада представить Хокин Морието, который является директором сохранения в сети Borderlands Network культурных и духовных отношениях с водой в приграничных районах. Как это замечательно. Я брала некоторые воркшопы и классы с Хокин, когда она была формально с менеджментом воды в группе. И это очень замечательно и невероятно интересно и радует. У нас был тур в Tucson и мы смотрели, как замечательно, какие замечательные вещи могут произойти на здоровье людей, когда мы восстанавливаем воду. И я уверен, что мы можем увидеть замечательные улучшения с обеих сторон границы. Добрый вечер всем. Меня зовут Хокин. Я родился в Мексике. Если вы что-то слышите в моем английском, например, странный акцент, мой основной язык – это испанский. И иногда я говорю слова на испанском прямо в своей речи. И «пограничие» – это название нашей лекции сегодня. Некоторые из нас называют «пограничие». Это самый твердый, это как душа Америки, потому что мы можем видеть здесь самое большое разнообразие жизней разных живых существ и растений. И то, в чем мы заинтересованы – это то, что мы называем небесным островом, и мы интересованы в таком большом разнообразии в этих небесных островах, в этом месте. И сегодня мы хотим поговорить о том, как все эти разнообразные культуры живых существ пришли вместе, в одном и том же месте. И мы сегодня поговорим об этом, и я в основном концентрируюсь на воде в этом вопросе. Давайте сегодня поговорим об этом. И вот наш первый слайд, у вас есть уже мое имя, и я все время слышу об этой замечательной неделе, которая была здесь, и как мы улучшали здесь почву, перемещали камни, и буквально сегодня, когда мы завершали нашу работу, пошел дождь. И те камни, которые вы перемещали, представляются на самом деле сейчас, когда вы их переместили, эти камни помогут создать жизнь, создать на самом деле жизнь в пустыне сейчас, благодаря этой воде, которая падает с неба. И давайте поговорим о небе. Вся наша история происходит отсюда. Это то, откуда происходит вся жизнь. Это Карина Небула на этой картине изображена. Эта картинка была снята в веб-обсерватории. И верьте или нет, но это то, откуда происходила наша жизнь, но это 15 тысяч световых лет от нас. Это очень-очень далеко, и наша галактика происходит из структур таких, как эта. И вот следующая картина – это основы создания. Так называется эта картина. Это такие столпы создания, то, как это называется. И здесь создаются прямо сейчас на картинке галактики и планеты. Это массивное облако газов совмещает энергии, которые создают планеты, людей. И кто знает, может быть, создаёт всех живых существ здесь, которые мы не знаем во Вселенной. Но также это создаёт некоторый духовный смысл, откуда мы происходим. Мы различное количество элементов, которые летают повсюду. И когда они собираются вместе, они создают жизнь. И я слышал о том, что здесь есть… Здесь есть палеты где-то. И мы на самом деле абсолютно похожи на любые такие конструкции, потому что они тоже состоят из молекул, атомов. Эти элементы, когда они соединяются друг с другом в различных способах, это создаёт разные формы, которые отличаются друг от друга. И таким образом мы являемся балансом углекислого газа, кислорода, воды, водорода. И здесь есть всегда баланс для того, чтобы создать жизнь. И для меня вопрос в том, эти элементы, которые летают повсюду и сходятся в одном месте, они создают нас. И для меня вопрос в том, почему мы здесь, почему мы такие, какие мы есть. И приходя сюда сегодня, мы взбираемся, мы меняем этот замечательный пейзаж. И мы думаем, что же создало эту прекрасную часть нашей Вселенной. И иногда мне нравится задавать вопросы себе. Многие из вас уже знают, что это точка. Но может кто-нибудь мне сказать, что это за точка? Фантастически. Я спросил Келеба спросить, что это такое, и это наша планета, Земля издалека. Это картина, которая была снята с Юпитера, и это наша планета издалека, которая была снята в 1960 году и была отправлена. И они снимали Сатурн, и Сатурн не Юпитер, а Сатурн. И они задумались, а можем повернуть эту камеру, которую мы туда отправили, и снять Землю. И вот все то, что мы считаем, происходит здесь, все люди, все здания, все футбольные игры. Скоро вот будет женский мировой турнир по футболу. Все эти вещи, все приключения, все сложности, все это происходит на этой маленькой точке. И если приблизить, то она даже немножко похожа на голубую точку. Это еще один вопрос, который у меня есть. Давайте посмотрим на следующий слайд. Это наш дом. Это то, где мы есть. Это наш сад. Это наше место. Это наша планета. И вопрос, который я хочу задать, это, почему эта планета называется Земля? Если 73% этой планеты, поверхности планеты, это вода. Почему мы не назвали эту планету вода? Когда-нибудь задумывались об этом? Мы странные существа, люди. И это то, что я изучал в своей докторской презентации. Каким образом влияют различные культуры, различные ценности. И это различные измерения, которые люди имеют относительно создания жизни. И это то, каким образом мы смотрим на процесс восстановления. Потому что с помощью восстановления мы создаем жизнь. Просто меняя нахождение различных камней на поверхности Земли, это меняет пейзаж, и вдруг сохраняется больше воды, и появляется больше червей, появляется больше птиц. И таким образом мы создаем, просто перемещая вещи. Я могу рассказать вам, почему мы называем эту планету Земля. Это происходит из немецкого слова. Я не слишком уверен в этом, но это называется что-то вроде Eardau. То, что является твердой поверхностью. На этой планете мы любим твердую поверхность, потому что мы любим твердую почву под ногами. Мы живые существа, которые в большинстве происходят из воды. Мы любим стоять на твердой земле. Но смешная вещь здесь, это видите ли вы большую трубу, которая несет воду к нам на планету, и которая уносит воду с планеты. И смешно то, что эта вода, которую я сейчас буду пить, она здесь, на этой планете. С самого начала зарождения планеты, это все та же вода. Эта вода имеет миллионы, миллионы, миллионы лет. Прямо здесь, на Земле. И она чистая, она вкусная, она прекрасная жидкость. Просто представьте себе все те приключения, которые имела вода на этой планете. Можем ли мы представить себе, если бы эта вода начала коммуницировать с нами, где она была. Представьте себе такое. Наша голова бы взорвалась, если бы мы начали слушать эти истории. Так много их разных. Может быть, когда-то это пили динозавра, и эта вода трансформировалась из динозавров, и затем она пришла к нам. И наши страхи об изменении температуры на планете заключаются в том, что наша оболочка вокруг Земли атмосферная оболочка будет утоньшаться, и вода начнет просто испаряться с планеты, так как это происходило на многих других планетах. Так как наша атмосфера все еще позволяет воде сохраняться, то мы сохраняем эту воду. И это то, каким образом жила наша планета. И с этой точки зрения вода — это такой сакральный элемент, который создает жизнь, создает людей, создает ягуаров, создает кошек, создает ящериц. Все то, что на этой планете имеет воду. Наш мозг имеет 73% воды. В Мексике мы говорим, что нам нужна вода, чтобы думать правильно, мыслить качественно. Иначе мы начнем иссушаться, начнем думать неправильно. Мы обезвоживаемся и умираем. наши тела больше, чем 73% воды. И это то, что для нас, для многих из нас, является платформой, которая несет на себе создание жизни. И поэтому она должна быть... Мы должны о ней заботиться. Она должна быть такой почтенной для нас. Мы должны почтительно к ней относиться. Она должна быть действительно священной. Она соединяет нас как людей, как нашу планету. И наши прошлые жизни на этой планете, такие как динозавры, и динозавры. Представьте, что эта вода начала бы разговаривать с нами, и она бы сказала, «Хей, я была динозавром, и это было прекрасно». И вот эти все диалоги с водой, не были бы они фантастическими. И, как я вижу, жизнь, это часть вот этих диалогов о воде. которые у нас были всю эту неделю, потому что вы даете здесь, благодаря вашим движениям камней, когда вы наполняете почву жизни. эти диалоги, конечно, ведутся не первый день, но мы были здесь всего лишь 3000 лет. Кто знает, куда мы идем дальше. И это общение с водой, оно может быть вербальным или духовным. Или это может быть через то, что мы создаем пейзаж вокруг, как мы двигали камни. Или это может быть медитационным, если вы берете в руки растения и представляете себе, каким образом эта вода находится в нём, точно так же, как ваша кровь находится в вашем теле, так же, как сальва находится внутри растений. И я ничего не курил, вы просто возьмите растение, почувствуйте его, понюхайте его. Это жизнь, это создание вещей. И это великая сонорская пустыня, большинство цвета на этой картине это пустыня Соноры, и зелёные части на этой картинке это там, где растут растения, и там находится источник Сиерра Мадре в Мексике, и это является вот этим небесным островом, и небесные острова это горы, которые вокруг окружены особой травой. это может звучать очень вдохновляюще, но на самом деле это просто очень прагматичная вещь, небесные островами. И это то, что мы называем небесными островами, у них падают около 5 миллиметров дождя, 12 миллиметров дождя, для того, чтобы наполнять жизнью все места вокруг. И вопрос, как мы сохраняем эти сакральные элементы, сакральная вода воду, и то, каким образом мы использовали воду последние 3000 лет. Мы использовали воду как товар, но нам нужно думать о ней как о чем-то сакральном. И это именно то, почему мы иссушаем реки, иссушаем океаны, но вот именно то, что мы все время это делаем, столько лет, 3000 лет одинаковым способом, будучи фисташковым заводом или какой-то еще компанией, организацией, которая находится на реке, мы используем воду как товар вместо того, чтобы использовать воду как сакральный важный элемент. И это то, как нам надо думать о воде, это то, как надо начать думать о воде таким образом. И я начинаю очень радоваться, когда я вижу группу людей, которые благословляют воду. Мы это называем восстановлением водных процессов. Каким образом мы можем менять наши отношения и действия к воде, нашу деятельность, посвященную воде? И это то, почему я делился теми вещами, которые я сказал несколько минут назад. Потому что благодаря организации восстановления баланса воды, это создает прецедент. Это очень бравая вещь на самом деле, менять таким образом то, как мы обсуждаем и смотрим на воду. И мы думаем о том, каким образом примирение с водой может выступать и играть роль, как мы можем улаживать проблемы с водой. Это может иметь множество разных форумов, например, такие, как мы делали всю эту неделю. И сегодня то, что мы хотели обсудить, это просто то, какое у нас отношение с водой. Потому вода создает все то, что мы видим. Можем ли мы идти на следующую встречу, просто идти по улице, думая, что вода создает всю жизнь здесь. И это то действие, которое может повлиять на то, каким образом мы работаем с водой. Я называю это эффект Микки Мауса. Эффект Микки Мауса это то, что у нас есть водород и два атома кислорода. Они похожи все вместе на Микки Мауса. И это то, что дает нам жизнь. И вот следующая картинка. Это пустыня Соноры. И мне очень нравится это изображение. Я смотрю свои заметки. Мы можем получить всю эту жизнь там. Вокруг Туссона в феврале марте. вокруг определенных мест в Соноре мы можем видеть жизнь. Мы можем видеть живых живых существ, которых иногда в какой-то культуре мы называли монстрами, Но потому что они могут укусить вас, но это всего лишь слова, которые мы используем. Но в любом случае мы можем увидеть всю эту разнообразную жизнь в пустыне. и Франческа говорили об этом, потому что у нас есть два сезона дождей в этом, в этой части мира. Это то, что идет дождь зимой и летом. Если у нас есть хороший монсун зимой и хотя бы какой-то неплохой летний дождь, и тогда у нас будет жизнь будет вот все эти цветы, эти птицы, эти змеи. И иногда задавать странные глупые вопросы это важно. И один из таких вопросов это почему вообще здесь есть пустыня? Это странный вопрос, но нам иногда помогает задавать такие вопросы. Мы забыли, как мы делали это в детстве. И почему у нас есть здесь пустыня? потому что с одной стороны гульфа Калифорнии находятся большие горы, которые ударяют на гору. Влажность поднимается вверх по горе, а затем она падает вниз. и это одно из условий, почему у нас есть пустыня. И один из вопросов, который есть на этом слайде, это что происходит, когда падает дождь? если вы знаете, на всей планете суммарно 43 инча дождя каждый день. Многие из них происходят в океане, но это 43 инча воды, которая падает с неба каждый день. Вопрос заключается в том, готовы ли мы к дождю, что мы делаем во время дождя. И одно из больших вещей, связанных с восстановлением водного баланса, относится к дождю. То, что мы делали всю эту неделю, мы готовились к дождю. И таким образом мы возвращали цикл жизни. И в науке мы называем это цикл воды, водный цикл. И следующий слайд объясняет это. И когда дождь падает в природе, прекрасные вещи происходят. примерно 50% воды используется. Примерно 50% воды проникает в землю, поэтому у нас есть поэтому у нас есть реки, 10% остается на земле, это естественный естественный слой растительности на земле, где это остается. И затем у нас есть 40% воды, которую я называю жизнью. Это испарение воды, потому что деревья берут воду, используют ее, испаряют кислород, и поэтому у нас есть жизнь, поэтому мы дышим, потому что они выделяют кислород. И мы люди очень сильно нарушаем этот цикл воды, мы настолько хороши в этом, потому что восстановление это слово означает то, можем ли мы на самом деле точно так же восстановить этот процесс, и вы переносили камни, и мы делали это с идеей того, чтобы позволить воде наполнить землю в 50-х процентах, как это должно быть. И к сожалению, очень многое происходит на земле строятся города. Мы думаем, о, замечательно, давайте построим город, мы убираем отсюда природу, мы строим что-то, и потом как бы просто забываем, что природа была здесь. Потом у нас есть нагревание, у нас есть потопы, потому что мы не уважаем циклы воды, и можем ли помочь помочь проникнуть в землю. И прекрасное слово, которое мы сегодня изучили, это дать возможность в воде проникнуть в землю. Вот что происходит в центре города Туссон. Мы только позволяем 10-15% проникнуть в землю. И куда девается 50%, 55% воды? она просто теряется на разных домах, скамейках, где угодно, но только не на земле. и нам нужно намного больше растений в современных городах. Для того, чтобы увеличивать количество производимого кислорода, нам нужны эти дополнительные проценты. Если вы да, вот здесь такая магия, анимация, это то, каким образом вода перемещается с горы, какие реки начинаются с небесных островов. Города просто зависят от рек, они просто потребляют воду, они не уважают воду. но можем ли мы делать что-то лучше, это? Есть много способов делать это. Например, этот ренчер, Дон Берто. «О, я выучил столько от этого человека о том, как уважать воду. Здесь есть каждый день жизни воды для этого человека. Он помогает реке получить воду разными способами. Это его одна из частей жизни». И когда падает дождь, он использует вот эти живые изгороди, которые помогают сохранять седимент на дне реки. Мы нарушаем поток воды обычный. Но с помощью таких структур мы можем возвращать. Бла-бла-бла. И он на самом деле веселится в процессе. Он играет на музыкальных инструментах, он радуется, когда идет дождь и бла-бла-бла. И вот это бла-бла-бла это на самом деле очень важно, потому что он делает из этого чувство счастья. Вы видели когда-нибудь текущую быстро реку. Вы можете послушать текущую журчащую реку и это чувствуется как какое-то счастье. Она звучит как счастье. И мама мне говорила в детстве ты слушаешь каким образом течет река. это звучит как счастье. И если эта вода не доходит до океана, то к сожалению река начинает высушать себя. к сожалению не все люди делают то же самое, что Дон Трехо. И поэтому этого недостаточно по сравнению с тем, что делают майнинговые компании, которые добывают какие-то полезные ископаемые, они просто используют воду. Вот наша организация, которая говорит о важности воды и то, что происходит на этой фотографии, это то, что то, каким образом разные комьюнити могут давать обратно в воде. Это обычные люди, обычные горожане. И это находится, эта фотография кажется из Канады. И мы проводили тренинг и они сажали прекрасные сады в церквях, и они теперь наблюдают Бога дождя. Они становятся частью водного цикла, потому что они создают новые возможности для воды с помощью растений. Мне нравится это слово. Являетесь ли вы частью цикла воды? То же самое происходит на этой картинке для школы. Эти студенты создают дизайн для Бога воды. А, гарден. Извините. Не Бога воды, а это специальная дождяная, специальный дождевой сад. И это то, как они наслаждаются дождевым садом. водой. Я вижу то, каким образом люди наслаждаются водой. Я вижу это в Канаде, вижу это в Мексике, вижу это в Тусоне. Они наслаждаются водой, плавают в ней, в этом прекрасном дождевом саду, который мы построили. И мы увидим, что здесь будут расти растения, часть этого цикла воды. и это также горожане, которые создают дождевую, дождевой сад в ранчах. И это то, образом люди могут быть продуктивными по отношению к сохранению воды на ранчо. Мы создавали это с намерением создавать ирригацию воды для того, чтобы не использовать питьевую воду в качестве ирригации для растений. Если есть интерес к этому, то я могу поделиться презентацией. Мне нравится работать с обычными горожанами, обычными людьми для возможностей возвращать в цикл воды. Мы создаем культуру сохранения, которая создает ежедневную вещь в этом. Это не должно быть кем-то, кто занимается специальной научной исследованием. Это, конечно, хорошо, если кто-то делает научные исследования, но это не обязательно должно быть таким образом. Каждый может это делать без какого-либо специального образования и так далее. и локальные люди думают, о, это прекрасно. Я жил там и я никогда не ходил по реке и рассказывал про растения, но вот здесь это случилось, и это было прекрасно. и я немножко ускорился, это тоже некоторые ранчеры, которые помогали создать такую губковую поверхность земли. Это не просто изменение ландшафта с камнями, это изменение самой почвы с помощью коров. И эти ранчеры, они очень рады той работе, которую они сделали, и они точно также поместили много камней, как в нашем примере, и все эти вещи это такая починка земли, починка ландшафта. Мне нравится это назвать, как приклеить пластырь на ландшафт, и мы действительно помогаем таким образом в земле. И вот это еще как это выглядит с земли, это то, что мы называем Аббонико, это гора камней для того, чтобы уменьшить эрозию земли. И вы можете увидеть, как мгновенно происходит столько замечательной жизни, потому что то, что падает с неба, создает жизнь. Мы вообще ничего здесь не сеяли. Мы просто поменяли ландшафт. Это помогло сохранить почву, и растения сами взошли, которые были на этой земле. мы совершенно ничего не сажали. Мы просто поменяли ландшафт. Конечно, я говорю о таком романтическом способе смотреть на воду, но какой... таким образом мы можем уменьшить скорость воды, для того, чтобы она не нарушала жизнь людей. Мы можем действительно распространять воду в разные стороны. Мы можем помогать воде уходить в почву, проникать в почву. Это все, что мы делаем на самом деле. Мы просто защищаем воду и людей одновременно. И здесь точно также произошло большое количество растений, там маленькие червяки, маленькие ящерицы, и вдруг появляются бабочки, появляются птицы. Мы создаем этот цикл жизни, потому что вы дали назад в водный цикл, вы становитесь частью этого водного цикла. Мы уважаем то, что является водным циклом. И вот на следующем слайде я действительно вас приглашаю приходить в Тусон, чтобы вы могли посмотреть на наш дом, меня и христиан, и это обычный дом в Тусоне, среднего класса в центре Тусона. Я называю наш дом продуктивный юнит, не потребительский юнит. Мы харвестируем воду, мы создаем еду, мы создаем энергию, потому что мы собираем электроэнергию с солнца. Мы не так сильно потребляем, потому что мы уважаем воду. И здесь, на этом месте, вода на самом деле вообще-то всегда бежала по улице, и мы построили такой фронт ярд, такой садик перед домом, который приглашает воду в наш дом. Здесь это показывает, как можно создать новый процесс восстановления, и точно так же вода падает с крыши. вот это все голубое это структуры для собирания воды, которую мы создали. Это были мы, Кристиан и я. Мы просто взяли лопаты, взяли пару кофе, я люблю пиво. Это было замечательно изменять этот потребительский юнит, потребительский дом в производящий дом, в продуктивный дом. Да, мы ирригируем какую-то небольшую часть этого, но большая часть воды идет из пустыни, и большинство этого происходит в пассивном смысле. Вода погружается в воду. вот следующий слайд. Это то, как это выглядит на земле. Это в феврале-марте. Как это выглядит. это просто, чтобы показать вам эту жизнь, я выхожу из дома, это то, что я вижу, думая о счастье, о соединенности, о том, чтобы благодарить жизнь во время пандемии в 2021 году. Точнее, был замечательный сезон дождей, и мы могли выйти из дома, и мы видели столько замечательных бабочек. Какой-то фотограф сказал, что это как снег. повсюду летает столько белых замечательных бабочек. Здесь было так много на земле было столько учений о том, что люди становятся более счастливыми на природе. В США есть доктора, которые прописывают пациентам гулять на природе, выходить из дома, и даже страхование, даже страховки начали платить за это. И у нас есть эта природа. дневная доза природы. И я называю это дневная доза природы. Мы очень близки к природе здесь, в этом прекрасном среде, которую мы создали здесь. вы можете увидеть это на том месте. Этот дом – часть тура. социальные медиа вы можете прийти в ноябре и посмотреть, как мы живем с нашей организацией. у нас есть небольшая река прямо в нашем доме. Эта вода раньше была на улице, просто на асфальте. А теперь она становится частью цикла воды. она дает замечательные плоды в виде жизни. Очень много москитов. Но эта водяная структура дает очень большую москитов. Это не москитов, это мески деревьев. Деревья. никогда не топили бы эту... Эта улица никогда бы не тонула, и эта энергия использовалась, чтобы охлаждать улицу, увеличивать количество кислорода, давала замечательные тени для всех животных, для людей. это то, как мы можем давать обратно в природу, давать обратно в цикл воды. Нам естественно нужна природа, поэтому конечно же естественно, что мы делаем это для людей. здесь есть как это устраивается, вода попадает в бочку, затем я так понимаю, она проходит внизу, проходит через в компостный туалет для того, чтобы давать жизнь растениям, и это то, как мы благословляем воду. Это разные картины из рек, которые раньше текли в Тусоне, они все еще здесь, но мы можем вернуть назад с группой, которую мы возвращаем. Группа менеджмента воды это то, что мы создаем такую сеть групп для того, чтобы давать обратно в природу. давать обратно жизни. И Тусон был так же, как и Феникс, полностью окружен водой. Мы можем действительно вернуть это. Я снял эту картину в прошлый выходной в Манглеме, и это очень маленькие капли дождя на траве. Это происхождение природы для реки, которая падает в, попадает в Тусон. И в прошлые выходные эти капли воды создавали движения реки, потому что все эти маленькие капли собираются вместе, они так все вместе начинают идти в реку. Это создает жизнь в горах Каталин, горы Каталины. Я забыл еще несколько названий. И если вы еще хотите увидеть это название. просто и мне это напоминает важность того, чтобы быть частью цикла воды. Это действительно часть такой духовной жизни, потому что вода была с самого начала Земли, она давала жизнь всем разным существам. И конечно же эта вода имеет собственный какой-то дух, и этот дух идет сквозь воду. И таким образом вода становится медиумом духовного пути всех живых существ на этой планете. И мы часть этого цикла воды. И чем больше мы думаем таким образом, тем лучше для нас и тем лучше для планеты. И это то, каким образом мы возвращаем связь с водой, которую мы устанавливаем тогда, когда мы восстанавливаем процессы воды, рек и дух воды. Это отношение воды с людьми, с растениями, с животными. И платформа воды таким образом является тем, что дает нам жизнь. И эта платформа, мы очень-очень счастливы тому, что как на первой картинке, у нас есть эта планета, нам нужно заботиться об этой планете. И это, наверное, последний слайд. И я могу дать вам презентацию. Здесь есть также записи. Спасибо. Большое спасибо. Сейчас мы огласим результаты этой недели. Снова спасибо, доктор Хуакин, заканчивая эту неделю. Я не думаю никаким образом о более хорошем завершении этой недели, всего, что мы сделали команда здесь. Я бы хотел показать картинки того, что мы здесь сделали. и о чем вы слышали каждый день. Можете посмотреть сейчас. Это Джордан здесь. Это Джордан перемещает камни. шармейн. Шармейн. Это структура камней. Она ее сделала замечательно. В конце вы увидите. То, что мне так нравится об этой структуре, это то, что вы можете увидеть, как много седимента осаждается на этих камнях. Здесь он перемещается между камнями. Вот она продолжает с этой структурой камней. У нее есть такой специальный... Молоток для камней, которым мы завершаем структуру каменной породы. Это здесь я смотрю на то, что происходит. Она все еще делает хорошую работу. Следующий слайд. Да, здесь Xavier показывает хорошую работу. Он выглядит довольно счастливым, тоже. Следующий слайд. Да, там есть Мастера, там Николь. Здесь Николь, наш Мастер. И посмотрите на эту красивую структуру, которую она тоже здесь сделала. Это замечательное фотографии, Каден, та здесь. Следующая слайд. Следующая слайда. Это замечательная фотография, тоже. Это круто, интересно, видеть, у людей там, там. Мы были в этой же гаде-шакке, рядом с Беррием. И это та самая река, которую мы стараемся поддерживать. всю эту неделю и вот это наш сайт можете зайти на наш сайт подписаться на нашу и замечательную рассылку можете посмотреть на сообщение в чате здесь находится ссылка на сеть восстановления границ и спасибо вам за вашу работу за то что вы вступили в следующую когорту восстанавливающих инженеров этой земли этой планеты этой пустыни если вы хотите быть соединенными с sky harvest у них начнется новый проект буквально на днях можете подписаться на их слайде на рассылку на их сайте и третья вечеринка относится к даймонд маунтен наши друзья апачи они будут вести нас проводить нас в том чтобы посадить замечательные растения которые мы уже подготовили особые лечащие растения можете также подписаться на нашем сайте даймонд маунтен чтобы узнать что мы еще делаем франческо можете вернуться на sky harvest здесь будет проект который мы создадим в городе буи 100 домов больше ста человек мы будем восстанавливать для того чтобы вернуть воду в город и мы строим общественный один акр сада с выращиванием продуктов локальными горожанинами вы можете подписаться на sky harvest для того чтобы узнать об этом здесь вы можете найти все записи и все слайды за всю эту неделю на этой странице можете посмотреть записи и посмотреть все слайды все информацию иногда вам нужно услышать больше чем один раз для того чтобы лучше понять всю информацию время для благодарности я бы хотел поблагодарить всех людей кто все наши четыре языка те кто записывал видео переводчиков китайский переводил вообще один человек кейти кейти ты замечательно спасибо всем большое спасибо марина она здесь прямо находится тут она технический мастер и она сидит в библиотеке франческо спасибо за то что ты делал слайды и то каким образом они появляются правильным способом на экране ник спасибо за технологическую поддержку на месте у нас были замечательные шефы которые создавали здесь прекрасную вегетарианскую пищу я называю это работники кухни которые помогали все подготовить и помогали все очистить вовремя спасибо вам всем большое еще у нас был третий шеф завтраков и специальный доктор холодильника который помогал нам сохранить еду смеши и спасибо тем кто работал из sky harvest кто заботился о наших спикерах утро спасибо всем лектора за то что вы делились вашим знанием и мы увидели на вчерашнем дожде что действительно все получилось очень качественно я думаю это была действительно замечательная радуга различных предметов лекций просто наполняющих разными аспектами нашей презентации спасибо спасибо вам всем я обязательно хочу вернуться к этим лекциям и переслушать их заново и спасибо 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 всем волонтерам которые помогли построить нам этот ландшафт спасибо возвращайтесь в следующем году мы кажется снова договорились сделать это снова в следующем году подписывайтесь на нашу е-мейл рассылку для того чтобы прослушать как делать это в вашем доме или приходите и делаем давайте сделаем это вместе в даймон маутин и изменим мир и вернем воду нашей земле спасибо с нам и 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 Продолжение следует...